доброе утро всем братья и сестры слава иисусу христу навеки слава богу святому и ни в коем другом нет спасения возлюбленные дети божьи дамы и господа нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись сладчайшее имя иисуса христа и сегодня утром возношу хвалу господу слава тебе господь слава тебе благословен ты бог наш слава слава агнцу божьему слава 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 агнцу божьему возвеличен ты достоин славы всей велик наш бог на троне поем тебе хвалу из сердца своего великой славе наш господь слава слава агнцу божьему слава слава агнцу божьему аллилуйя возвеличен ты достоин славы всей велик наш бог на троне поем тебе хвалу из сердца своего великой славы наш господь аллилуйя 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 слава богу друзья братья сестры слава иисусу христу навеки слава богу святому роман пишет да тоже славит иисуса слава иисусу христу господу и спасителю нашему шалом паса сергий всем мир всем людям божьим аминь аминь аллилуйя вот я привет всем передаю с киева слава богу эти дни молимся за украину молимся о духовном пробуждении украины вот и бог молитвы наши слышат и отвечает на эти молитвы вот и вчера было для меня очень такое сильное свидетельство было об этом как раз потому что вот давно уже вот об этом и размышляю и молюсь вот украина уже давно уже государство независимое вот как бы ну де юре но де факто еще ну до такой настоящей независимости еще как бы ну достаточно долго это процесс это процесс формирования процесс становления государственности вот и это очень такой болезненный процесс и вот вчера слава богу наконец-таки было принято решение там большинство подавляющее депутат правила в парламенте поэтому это действительно это есть государственный официальный язык украины потом Это надо было сделать еще тогда, в начале 90-х, но все это не решалось. Это одно из таких свидетельств, потому что нет народа без языка, нет страны без официального, государственного, основного языка. То есть это было годами унижение для Украины не иметь своего государственного, официального языка. И, конечно, это очень болезненный процесс, но, слава Богу, вчера было принято решение, наконец-таки было принято решение. Вот, вчера я радовался, просто и сегодня радуюсь еще, радуюсь и благодарю Бога Всемогущего. Вчера я уже объявил тоже, что у нас в церкви будут теперь курсы для дорослых украинской мовы, и треба размовляти, вот, спивати Богу. И, одним словом, служение будет и проповедь на украинской мове у нас. Я, как бы, я в Киеве, как ни парадоксально, в Киеве столица страны, но украиномовных собраний, украиноязычных, да, церквей здесь, вот, почти нету вообще. То есть, это раз-два пчелся вообще. Вот, и это, ну, это, кстати, это очень большое национальное унижение вообще, как бы, и большая проблема. Но я верю, что вот после вчерашнего вот этого решения ситуация будет кардинально меняться, потому что де юре было принято, это очень-очень важное решение. Поэтому сегодня молюсь, за Украину молюсь, благоставляю, вот, и читаю украинские тексты, вот, мышление свое перестраиваю. Потому что мне, как украинскому священнослужителю, епископу, выпала честь тоже, вот, учить украинскую мову, аллилуйя. Так что да, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, благостави, Боже, Украину, благостави, Господь, Боже, это духовное пробуждение, которое здесь идет эти годы, Боже, пусть еще большим и большим оно будет, Господь, во имя Иисуса Христа. И в Киеве здесь, и, Боже, по всей территории страны. И, Боже, пусть это пробуждение духовное, которое здесь сейчас происходит, Боже, пусть оно будет благословением для всего постсоветского пространства. По всей территории бывшей этой Российской империи, по всей, Боже, и по всему миру, во имя Христа. Аминь. Вот, и сегодня, конечно, в Украине еще и есть такая, как бы, воспоминание такой трагедии, 33 года назад произошедшей, да. Дякую ему, дякую за вас, пастор Сергий, еще молодость за наш край, та благословит вас, Бог, аминь, аминь. Дякую, дякую, брат, хай Бог вас рясно благословит, аллилуйя. И вот сегодня еще тоже в календаре обозначена такая дата украинская, печальная дата, годовщина трагедии в Чернобыле, 33 года прошло уже, шутка ли. Но знаете ли, друзья, что по аналогии с той трагедией, я молюсь сегодня, чтобы как вот та трагедия произошла и вот эта радиация такая распространилась, вот, значит, и вот такая трагедия, да. Но пусть сегодня, вот, как вот, такой, по аналогии, да, вот, но положительное теперь будет распространение Слова Божьего, распространение, вот, спасение, вот, исцеление, освобождение, слава Богу. Чтобы такой духовный реактор такой рванул, такой, знаете ли, вот, чтобы это произошло здесь, вот, в Киеве, на берегах Днепра, здесь, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной. Аминь, аминь. Аминь. Братья и сестры, и благодарю Бога Всемогущего. И вот по поводу Чернобыля, я здесь слышал такое свидетельство, здесь собиралась церковь, на лесном они раньше собирались, у них не было своего здания, церковь Паремога, Победа. Пастор Генри Мадава, один из таких уважаемых очень в Украине христианских священнослужителей, он сам зимбавиец, чернокожий, там наш Кирый, африканец, афроукраинец, такой он, афроукраинец. Потому что он уже украинец, да, потому что его жена украинка, его дети украинцы, он сам украинец, гражданин Украины. Вот, так что он афроукраинец. Зимбаввы и, значит, Украина, вот, в его лице имеет такую связь, такую интересную, духовную. Вот, и интересно, что, да, я бывал у них здесь на служениях, даже раз проповедовал здесь, кстати, запись есть на Ютубе, на этом моем канале Ютуба, есть запись как раз вот одной из служений, как раз вот Церковь Победа, проповедь моя здесь. И я слышал здесь свидетельства, очень сильные свидетельства. Вот, значит, один выходил военный, ну, в форме, там, кто он там, был подполковник или кто, или там, я уж, честно говоря, не помню, какие звания, но большие звездочки были. Вот, значит, и вот он, выходя, выходил там с документами такими интересными, вот, как бы, которые, ну, мы видели только так вот через вот, ну, там, он показан, демонстрировал, и на экране там оператор кое-что показал. Вот, и он, вот, прославил Господа, хваляющийся, хвались Господа, вот он похвастался Господом, живым Богом. Он был один из этих, вот, как раз вот, ликвидаторов, да, которые шли туда вот, в самое пекло. Из этих вот команды его, с кем он туда заходил, в эту зону, не просто зону, а вот прям туда вот, где реактор. Короче, они все там поумирали уже, вот, все, все облучились, все поумирали, вот, и, значит, но самое интересное, некоторые выжили еще, но инвалиды, которые, вот, ну, просто уже, вот, помирающие. А вот он, живой, здоровый, на своих двоих вышел и вот с этим листком таким, со свидетельством, медицинским заключением, интересным таким, и со своим рассказом. И вот рассказ был для меня потрясающий просто вообще. Я думаю, что для многих это было благостовением, но для меня это было тогда вообще таким шоком таким. Знаете, вот, он рассказал, этот военный, что, когда их туда направляли, там добровольцы были, значит, да, значит, но понимали, что жить им недолго после этого. Понимали, что это, ну, на смерть они подписываются, как бы, да. Вот, и там, значит, когда они заходили, значит, работать, да, туда, их там, ну, они одевались, ну, хотя понимали, что это все ерунда, вот, значит, не спасет. Но, ну, хоть как-то, знаете ли, значит, и, значит, одевались, их там замеряли перед тем, после того. И вот, и, конечно, молились люди, вот, там все коммунисты, это ж какой был год еще, 86-й, да, это ж еще коммунизм. Хотя уже такой слегка перестроечный такой, как бы, значит, такой разбавленный, но все равно коммунизм. Все равно это зараза была такая вот безбожья, атеистическая пропаганда, вот, в умах миллионов людей. Но, как правильно писал Евтушенко, в окопах атеистов нет. В окопах атеистов нет. И в Украине говорят, як тревога, так до Бога. Не до компартии, не до партбилета коммунистического, не до чего-то еще, нет, нет. Як тревога, так до Бога. И вот, что получилось, люди, конечно, по-своему как-то молились, вот, хотя офицеры все были коммунисты, вот, но он тогда был в звании майора, по-моему, он говорил. Ну, то, ну, неважно, короче, то он тоже был офицером, короче, значит, еще, значит, и он шел туда, вот, в это место смерти. А он, как раз, в то время, да, он, значит, как раз, незадолго перед тем, короче, как вот, ну, как вот чудо такое тоже. Тогда очень мало было евангельских церквей. Вообще, это были, писятники были большой редкостью. Здесь была церковь в Киеве на карьерной. Она, я не помню, но, по-моему, даже одна была всего лишь на весь Киев. Вот, может, была еще одна церковь, я не знаю, но, если не ошибаюсь, то вот тогда вот, в конце 80-х, только вот, официально была только одна, по-моему, здесь только, писятник, именно чисто писятническая церковь, это на карьерной. Мы там были, кстати, несколько раз, там даже наша церковь как-то снимала помещение у них, вот, мы даже проводили там водное крещение. Как-то мы на субботу целую арендовали у них там, вот, и проводили там водное крещение. Вот, и, одним словом, этот офицер, оказывается, он тайно посещал собрание. Вот такое собрание. Я не помню детали, и, по-моему, его жена, его жена, по-моему, первая обратилась к Богу, но не суть важна. Главное то, что он перед тем как раз вот именно вот покаялся, хотя еще офицер, все, значит, коммунист, да, но вот тайно верующий, и стал посещать вот это вот собрание писятническое. Он был крещен Духом Святым, оказывается, тогда еще, представляете? Вот. И что с ним произошло? Когда вот туда пошли на смерть, он стал молиться на языках. Он был как раз крещен Духом Святым, и у него было говорение на языках, и молитва на языках. И он пока там, значит, ходил, сколько времени по этой зараженной территории, молился на языках. И вот, значит, когда возвращались обратно, их тоже ополаскивали чем-то там, проверяли, короче, их. Вот, вот, и удивлялись ученые, киевские, вот эти, с Академией наук, удивлялись, потому что у него был нормальный фон. Вот, то есть, и у него не было такого облучения, вот, ну, легкий такой, как бы, то есть, не больше, чем у тех, кто был там, значит, вот, за периметром. Вот это, да. И это и не раз, и не два было. Вот, потом, значит, его там расспрашивали специально, брали анализы всякие, расспрашивали его, значит, что он ест, может быть, думали, ответ какой-то в необычном его, может, рационе. Какой рацион, здесь пока находимся, ем только вот то, что вот здесь вот, все, больше дополнительного никакого питания нет у меня. Может, что-то принимаете, какие-то препараты принимаете. Он, значит, отнякивался, говорит, нет, я здоровый, значит, там, как бы, ну, до сего дня, по крайней мере, вот, никаких препаратов не принимаю. Вот, стали интересоваться вообще его, может быть, в роду у вас какие-то были, там, какие-то диковинные болезни какие-то, там, или что-то еще, аномалии какие-то. Ничего не было, никаких аномалий, никаких, там, диковинных вещей не было. Короче, значит, все, значит, ну, что-то не то. Вот, значит, потому что это было ни раз и ни два. Вот, и потом, там один дядька, говорит, какой-то профессор с Академии наук медицинской украинской, Он, значит, ну, и тогда еще Украинская СССР называлась, да, по-моему, СССР, значит, и он, короче, с ним один на один, так вот, между прочим, так говорит, ну, признайтесь честно, вот, что вы еще, как бы, ну, так вот, я, вот, не для протокола, ну, не нужно для себя, вот, даже, вот, и тут, короче, офицер этот, я, значит, короче, значит, решился ему рассказать, никому ж не говорил. А вы знаете, говорит, а я, говорит, вот, верующий, ну, понятно, я догадался, что, говорит, верующий, значит, ну, как бы, значит, ну, а что дальше, значит, потому что, ну, вот, он понял, что как-то что-то в нем не то, ну, все ж молятся сейчас, вот, такое дело, смерть, вот, значит, а он сказал, что я, говорит, вот, в такую церковь, ну, как секта, вот, стал посещать такую секту, как бы, такую церковь, которая, вот, ну, неофициально такая, как бы, ну, не православная церковь, вот, и в чем ваш секрет, вот, и он, я ему рассказал, как мог, еще, совсем еще молодой верующий, говорит, но, как мог, ему рассказал, что вот есть такой дар Духа Святого, крещение Духом Святым, со знамением молитвы на иных языках, вот, и что вы крещены, говорит, да, крещены, за меня помолились, я, вот, молюсь на языках, ну, как бы, ладно, и сколько вы молитесь, вот, говорит, пока, все это время, пока я вот на этой территории, я, говорит, не переставал молиться на языках, вот, а с момента захода в этот ад и до момента уже выхода, не переставал молиться на иных языках, вот, молиться и говорить еще на языках, вот, то есть у него вот там такое, и то, и другое было уже, и вот, значит, и, ну, этот дядь, этот профессор, он, короче, ему сказал, что, говорит, В принципе, после всех исследований, анализов, расспрашиваний, я только этим фактом могу объяснить произошедшее. Больше ничем. Потому что, значит, ну, короче, у него был документ, вот это служение было когда? 99-й или... Ну, после Чернобыля уже там прошло сколько получается? Ну, лет 13-14 там прошло где-то, наверное, думаю уже. Когда был я на служении у них здесь в Церкви Победы? На Лесном? Или на Лесном? Да, на Лесном, по-моему, да. Здесь вот рядом. Короче, самое интересное было следующее, что вот он дал, вот, показал этот листок, вот, после исследований, обследований очередных, его организм признали, ну, совершенно здоровым, никаких следов нет, облучения абсолютно. То есть, значит, даже там офицер, значит, да, значит, тем более там ликвидатор, значит, там все, в Академии наук медицины украинской его обследовали. И там врачи, профессора эти просто руками разводят, вот это не может быть, невероятно, но факт. Вот, значит, что у вас даже еще лучше, чем было прежде, прежние годы, у вас вообще ничего нет вообще. То есть, вы совершенно здоровый человек, без всяких следов там облучений. Вот так вот, и он дальше говорит, этот офицер говорил, ну, с кафедры, со сцены, что, говорит, мои все товарищи, говорит, уже, в основном, мы же, ну, померли. Вот, значит, некоторые еще остались еще, вот, но они, вот, и, ну, просто уже животные, как бы, вот, уже потерявшиеся, то есть, в таком состоянии, как растение, вот, и страшном. Но, самое интересное, вот, я говорю, перед вами живой и здоровый, свидетельство славы Божьей. Знаете, Бог помиловал его душу, я думаю, еще для чего еще, чтобы людям свидетельствовать, потому что, как раз, вот, пастор Генри, по-моему, как раз на том служении, как раз и молился за, вот, крещение Духом Святым, сознание молитвы на иных языках. Я думаю, что в зале были люди, которые так скептически относились раньше к этому переживанию, как бы, к этому феномену христианскому. И, я думаю, что для них это было, как раз в зале, очень сильным свидетельством, вот, и, значит, поэтому, когда стал пастор Генри молиться, там, с другими пастырями церкви этой перемога, победа, то очень много людей вышло, я, конечно, не знаю, там, не читал, как говорится, но очень много, то есть, вот, у них там сцена длинная такая, и вдоль всей сцены, там, народ стоял, ну, гульбой просто, и за всех молились за крещение Духом Святым. Вот так вот, друзья, братья и сестры, вот такое было свидетельство, вот, и я потом у них там преподавал еще в школе библейской, в церкви Победа, вот, на, где там у них школа была, я забыл уже, ну, нет, не суть важна, Главное, что там потом мне рассказывали тоже похожие, примерно, чудеса, братья и сестры, но не связаны с Чернобылем были, но примерно, вот, похожие чудеса спасения, именно, в момент, когда они молились на иных языках, именно, как раз, вот, это было переживание. Роман пишет, да, нема ничего неможливого Господу моему, аминь, аллилуйя, аминь, слава Господу. И место из Писания, вот, я обозначил, вот, сейчас продолжение Пасхи, продолжение, уже завершение, как бы, сегодня, ну, по сути, сегодня уже последний день, но так как он переходит в шаббат плавно, в субботу, поэтому это, как бы, получается, получился предпоследний у нас день праздничный. Вот, а вообще, последний сегодня день, седьмой день, седьмой день праздника, как написано в Торе, в Библии говорится, помните, да, что первый день у вас праздника и в седьмой день праздника собрания. Вот, и, то есть, Пасха, праздник Песах, первый день и седьмой день празднуется. Вот, у нас, напоминаю, что 14-й Ниссана в этом году выполнена 19-е апреля, вот, и 19-го, 20-го апреля праздновали, начали празднование, получается, 14-е, 15-е Ниссана, а сегодня уже 21-й Ниссана, уже, ну, уже, все, уже месяц уже ушел, уже, вот, здесь светил с краешку как раз у меня, вот. Ну, сейчас уже посветлело его, сейчас почти не видно, наверное, уже. Вот, а когда было темно, то очень хорошо было видно сегодня, уже, ну, половинка уже осталась. Вот, как раз 20-е число, это, значит, получается, значит, если когда, вот, ровно половинка, то это, ну, обычно 20-е число, 21-е. Вот, как раз вот 21-е число сегодня, месяца Ниссан. Вот, слава Тебе, Господь, спасибо Тебе, благодарю Тебя, Боже Всемогущий, благодарю Тебя за великий исход, благодарю Тебя за великое чудо, Аллилуйя. И вот место из Писания, я обозначил здесь в самом начале, это 1 Тимофею 3,15, чтобы, если замедлю, Павел пишет к Тимофею, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть, Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины, Аллилуйя. Аллилуйя. И вот, какую истину мы провозглашаем, истина в Иисусе, друзья, вот как раз следующий, 16-й стих, об этом-то и говорит нам. И беспрекословно пишет он, просто беспрекословно, то есть разговорчики в строю, как говорится, это просто прикословить этому невозможно. Великое благочестие тайна. Какая тайна? Возвещает. Ну, тайная, ставшая явным, да? Ставшая таинством теперь. Вот тайна какая? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу! Навеки слава! Богу святому! Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Слава! 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 Агнцу Божьему! Слава! Слава! Агнцу Божьему! Возвеличен ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем тебе хвалу из сердца своего, Великой славе наш, Господь! Аллилуйя. Слава! 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 Агнцу Божьему! Хвала тебе и слава! Благословен Господь, Бог наш! Аминь! Аминь! И сегодня, в последний день опресночный, вот, но я повторяю, раз это день, 21 сегодня число, раз день опресночный, последний, завершающий опресночной недели пасхальной, он выпадает на пятницу, если то в таком случае, с незапамятных времен принято, вот, и шаббат тоже делать субботу, как некое продолжение пасхальных вот этих торжеств. Поэтому мы еще и завтра мацу будем есть, поэтому оставайтесь с нами, как говорится, ешьте мацу, опресночки, вот, и еще один день. Сегодняшний день и шаббат, у нас шаббат будет сегодня, я хала не буду брать, первый раз, да, я, шаббат такой, без хальный, без этих булок, значит, да, хотя уже, как бы, завершение пасхи, но, по, будем держаться такой традиции пасхальной дальше. Я возьму не две халы, а два листа мацы, вот, и буду, вот, хрустеть мацуй. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все. Вот, а в православной церковной традиции вообще принято 40 дней праздновать Пасху. Пасху. Вот мне, кстати, вот это мне очень нравится. 40 дней. Я думаю, что в этом что-то есть вообще прекрасное. А почему? Потому что Иисус, когда воскрес, Он 40 дней был с учениками, являлся им. Однажды более чем 500 братьев даже, вот, а там наверняка были и сестры, и дети. Вот, поэтому это было, ну, тысячное собрание. То есть Иисус являлся не только отдельным группам, маленьким группам верующих, не только отдельным верующим, да, но и целым таким собранием. Вот, и на протяжении, да, 40 дней Он являлся, а в 40-го день Он вознесся. Поэтому в традиции православной принято, и католической тоже, принято уже в 40-й день, после, значит, начала Пасхи, да, значит, в завершении Пасхи, после завершения Пасхи праздновать Вознесение. Вот так вот. Так что слава Богу за все, друзья, братья. Слава Господу. Святому Богу хвала. Вот. И принимая причастие сегодня, я молюсь вот этими словами апостола Павла к Тимофею, который он писал. Кстати, сейчас вот принимая причастие, друзья, помолитесь тоже. Я же понимаю, что разные очень люди смотрят эти трансляции, и очень разные люди потом заходят на страничку и смотрят, слушают, делают какие-то выводы для себя. Знаете, мое просто, ну, к вам слово, ко всем. Бог знает ваши сердца, Бог знает мое сердце, я спасен, я принял спасение от Господа, как дар вечной жизни. Но если кто еще не принял, еще мало ли, я понимаю, даже потом уже по комментариям, что очень разные люди смотрят. Поэтому я просто умоляю, если вы еще не приняли жизнь, примите, пожалуйста, эту жизнь вечную. Подарок Божий, дар Божий во Христе. Дар Божий. Бог во Христе подарил людям жизнь, спасение. Вот. Наше дело маленькое, наше дело принять это. Вот. И примите сегодня этот дар. Вот. И те, кто уже приняли этот дар, спасение, вот, приняли Иисуса Христа как своего Спасителя Господа, спасибо Богу за вас, слава Богу за вас. Вот. Примите его другие дары, в частности, вот, в крещение Духом Святым. Погружайтесь в Дух Святой, погружайтесь в Бога, вот, с молитвой на иных языках, которыми Бог будет давать вам провещевать. Вот. И это переживание, оно очень, скажу так, важное в жизни верующего, для жизни христианина. Вот. Я сегодня рассказал одно из свидетельств таких, для меня тоже было таких очень, очень, в свое время очень важных. Потому что, выйдя из традиционного православия, в 96-м году, когда я вышел из традиционной православной церкви, да, Николай пишет, шалом, шалом, брат, шалом. Мир всем. Так вот, и, знаете, одно из тогда переживаний моих в 96-м, было как раз переживание крещения Духом Святым. Уже после выхода из религиозной системы, структуры Русской Православной Церкви Московского Приорхата, с которой я до того был тесно связан, я был частью этой системы, я был священником РПЦ МП, вот, настоятелем храмов в Рязанской, потом в Брянской области. Но, осознав пагубность этого пути, заблуждение, я вышел из этой системы. Не из православия вышел я, а из вот этой системы, которая называется православием, значит, православная каноническая церковь называется, вот, компрометирует только под, вообще, православие. Марианна пишет, да, шалом из Болгарии, шалом всем мир, в Болгарии святым всем, радоваться, и еще говорю, радоваться. Вот, кстати, в Болгарии бывает наш епископ Богдан Ионеско, на английском, можете набрать, на фейсбук, в моих друзьях он есть, один из наших священнослужителей, вот, в Европе, это Богдан Ионеско. Это румынский православный епископ, он в Бухаресте, и по Румынии трудится, и также в Болгарии, приезжает он в Болгарию, поэтому, интересно, я не спрашиваю его, может быть, он даже сейчас в Болгарии, может быть, кто знает. Напишите ему, найдите его, интересно было бы. Вот, и, друзья, благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Вот, и совершайте причастие, Евхаристию, хлебопреломление, с верой в распятого за нас Господа Иисуса Христа, с верой в того, кто действительно умер за нас, заклан за нас, как агнец, и воскрес воистину из мертвых. Аллилуйя. Смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Смерть Господню возвещаем, то бишь, провозглашаем, провозглашаем смерть нашего Господа Иисуса, потому что Он умер за нас. То есть, я провозглашаю, что Он умер за меня, Он умер за тебя, за каждого из нас. И ранами Его мы не только прощены, да, Бог простил во Христе всех нас, но Он также взял на Себя наши немощи и болезни, и ранами Его мы исцелены. Слава Тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. И поэтому помолимся сейчас, друзья, обратимся к Богу, даже слово молитва по-разному воспринимается людьми, поговорим с Ним, давайте, поговорим с Ним, вот, и скажем такие слова нашему Богу. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, благодарю Тебя, мой Бог и Царь, благодарю Тебя, Творец неба и земли, Отец мой, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего, Иисуса Христа, за меня и за всех нас. Иисус Христос, Ты, Господь, Спаситель, мой Господь, Спаситель, мой Целитель и Освободитель, Боже Всемогущий, благодарю Тебя, благодарю Тебя за Духа Святаго, в Который погружаюсь, как в океан вечной любви Твоей. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Царь наш. Аминь, аминь, аминь. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес, Иисуса Христа, Праведника, Спасителя, Господа нашего. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы и давший нам плод небесной лозы. Благодарю Тебя за лозу небесную, за Иисуса Христа, Праведника. Благословен Ты, великий виноградарь, Бог наш, Отец наш, Ава, Отче. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явил себя, явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу, друзья. Принимаем причастие Евхаристию. Продолжение следует. Продолжение следует... В этом случае, я вам люблю. Продолжение следует... Ухну... автоматически rankin' Аминь. constant. BEGAN Аминь. ты мой целитель господь аминь кровь христа омыла меня кровь христа освободила меня кровь христа исцелила меня аллилуйя слава и хвала за кровь твою слава и хвала за кровь твою слава и хвала за кровь твою иисус христос аллилуйя слава тебе аминь аминь я прощен исцелен благословлен всеми благословениями небес через кровь агнца божьего иисуса христа моего господа спасителя моя пасха христос заклан за меня аминь 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 благодарю тебя господь благодарю тебя за все боже всемогущий благодарю тебя за этот день уже седьмой день пасхи дней опресночных благодарю тебя господь боже за это прекрасное завершение этого великого празднества спасибо тебе господь ты с нами бог ты эмануэль эмануил внутрь меня сущий бог я в тебе а ты во мне я принадлежу тебе мой возлюбленный ты принадлежишь мне господь спасибо тебе спасибо благослови сегодня нас благослови господь сегодня по богатой своей милости народ свой миром своим шаломом благослови господь всех наши дома родных ближних благословляю вас братья и сестры словами благословения священнического благословляю Киев Украину Болгарию Россию благословляю все страны нашей истрадавшейся планеты а наипаче конечно благословляю Израиль благословляю Иерусалим и город Иерусалим святой град господний благословляю во имя Иисуса Христа да благословит тебя господь и сохранит тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе и даст тебе мир и даст тебе แตát даст тебе Бешем Иешуа ганоши Эх Иешуа Маши Хейном во имя Иисуса Христа Аминь. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножится. Сегодня вечером встречаем шаббат в 6 часов вечера. Подключайтесь. И это будет такой необычный постпасхальный шаббат такой. Аллилуйя. Иисусу слава, Иисусу слава. Лунае пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава. Спевает вільно Украина. Аллилуйя. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспіває Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава. Лунае пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава. Спевает вільно Украина. Иисусу слава, навіки, навіки. Иисусу слава, навіки, навіки. Аллилуйя. Люди України, піднімайте.